Здравия желаю, товарищи! Сегодня, 29 октября, началась вторая часть скидок. То есть всё, что было до этого, за голду, на премиум аккаунт, всё это уже без скидок продаётся, по обычным ценам. А сегодня стартуют скидки именно на пакетную технику, но не на всю. И учитывая, что на последнем часу сегодняшней трансляции мне задали примерно 500 миллиардов вопросов, что купить на скидках, я для вас делаю второй ролик, собственно, что купить на скидках. И давайте сразу по самым главным азам пройдёмся. Скидки начинаются с сегодняшнего дня по 4 ноября до 14.00 по Москве. Плюс ещё надо обязательно знать, что такие наборы, как А6Е Трам, это самолёт, ХМ-1, американский танк, набор Дора, Ту-1 и F-104С ТАВ будут сняты с продажи после окончания скидок на всех платформах. То есть эти машины вы уже никогда не купите. Либо купите, когда улитки, может быть, когда-нибудь их там введут в честь дня выпуска за голду. А так, в целом, на наборную технику скидочки 50%. И давайте по ним пройдёмся. На что вообще стоит обращать внимание, а на что нет? Или с осторожностью, например, на что посмотреть? Давайте по порядку. Абрамс М1 кликбейт. На данный момент очень комфортная машина. На мой взгляд, он лучше, чем КВТ-х, потому что обладает более качественным, скажем так, ломом, который чаще выдаёт ваншоты. В геймплее абсолютно одно и то же. Быстрая, хорошая машина с неплохой живучестью, относительно неплохой, и частыми ваншотами. Если катать на АСах, вообще перезарядка 5 секунд, замечательно быстро и классно. Брать можно смело. Далее набор Фантом 4С. Второй Фантом премиумный американский. Лично я, как, скажем так, рак в авиации, его не очень сильно люблю. Я не могу нормально реализовать второй Фантом. В целом, среди вас, если есть лётчики, то на ракетах Спэрроу и на Сайндвиндерах Ашевских, если со спины залетите красиво, можно что-то пострелять, какие-то воздушные цели позбивать. В плане штурмовки, то только свободно падающей бомбы, корректированного вооружения нет. Поэтому самолёт больше ориентируется на воздушные бои. В целом, те, кто играл, говорят, что более-менее норм. Но сейчас ему будет, скорее всего, тяжеловато летать. Хотя, вроде как, АИМ-120 убрали с этих боеров, на которые мы можем потенциально попасть. Поэтому, в принципе, рассмотреть можно, если вы скилловик в воздушных боях. Следующий набор, это Тип-90Б Фуджи. Танк мега хороший, перезарядка рекордная 4 секунды. Подвижность бешеная, полное отсутствие брони. Нас в лоб расстреливают даже с автопушек всякие БМПшки. Ну и, соответственно, авиация тоже. Есть крупнокалиберный пулемёт. Играется очень комфортно. Задний ход, кстати, тоже есть. Но имейте в виду, что все машины на базе второго Леопарда, в том числе и Тип-90, судя по ДЭВу, получат очень жёсткое ограничение углов наведения. То есть башню назад можно будет развернуть только, грубо говоря, на 90 градусов. Если дальше будете поворачивать ЮАС, пушка будет подниматься на плюс 3 градуса. И в таких условиях в городе будет играть очень тяжело. Имейте это в виду, перед тем, как покупать такие машины. А так, 90, конечно, мега хороший и в активном геймплее просто замечательно отыгрывается. Кстати, дам ещё дополнительный комментарий. Если вы недавно играете в War Thunder, на топах вообще не играли и не знаете, что это такое, лучше вообще не покупайте никакой топовый танк, самолёт и так далее. Лучше докачайтесь самостоятельно до предтоповых боевых рейтингов, там покатайтесь, поймите, что это такое, и только потом приобретайте топовые премы. Потому что сейчас начнётся такая вакханалия в рандоме, что вы себе не представляете. Как раз-таки из игроков, которые не понимают, что делать на топах надо. А там геймплей очень сильно отличается от низкорангового геймплея. Следующий набор это тип 96А прототип. Как по мне, машина отличная, играть надо немножечко аккуратно, потому что у нас огромные НЛД и частые ваншоты в район корпуса, потому что внутренние части танка такие же, как у 72-ки. То есть у нас очень часто выходит из строя автомат заряжания и боекомплект подрывается. Ну а так играется примерно как Турмс. В некоторых случаях даже лучше, если вам будут стрелять по местам, где находится динамическая защита. Как по мне, ЗТЗшка танкует её лучше. Плюс есть комплекс оптико-электронного подавления, то есть Туреи, которые летят по вам без помехозащищённости, будут уводиться в сторону. И есть топовый Теплак. Ломик отличный, пушка такая же, как на 72-ке, ваншотает всё налево-направо, если правильно попадать. Тоже рекомендую взять. Китайцев заодно покачаете. Далее у нас идёт самолёт А5С. Как по мне, достаточно неплохой штурмовик, особенно за счёт ракет. Они у нас фугасные на почти 8 килограмм тротила. Если нормально заслать в крышу, практически любой противник уничтожается. Плюс есть сброс четырёх бомб по 750 фунтов. Ну и ракеты Матра Мэджик-1. Так что в качестве штурмовика китайского можете брать смело. Но опять же, только при условии, что вы уже знаете, как там плюс-минус всё работает. Где какие зенитки бывают, как от них уворачиваться, как заходить правильно на цель и так далее. Следующие сразу два танка. Это Леопард 2А4. Он же ПЗ БТЛ-123. И СТРВ-121Б Кристиан-2. Разница в цене в том, что у Кристина второго на 5 дней прямо больше. И на 500 голды больше в комплекте идёт. И всё. Так, по сути, это обычные вторые Леопарды. Понятное дело, что второй Леопард достаточно комфортная машина. Даже несмотря на то, что скоро его ждёт нерв. Возможно, и может его, кстати, отменят. В плане наведения орудия, про которое я вам ранее сказал. Но машина быстрая, живучая, лучше живёт, чем Абрамс, как по мне. Имеет хорошие ломики и неплохую перезарядку. Особенно на АСах в 6 секунд или 6,5 на Экспертах. Башня поворачивается быстро. Назад стрелять не может, как и любая натовская техника с повышенным МТО. Отличный танк, чтобы ускорить прокачку и пофармить серебра. Кристиан-2, собственно, тоже самое. Следующая. Меркава Раам Сегол. Лично по моим предпочтениям, один из самых неинтересных премов. Потому что медленная подвижность, легко уничтожается. Потому что как-то там что-то с живучестью у Меркав не очень хорошо. И единственное, что у него хорошо, это его топовые ломики. Почти на 600 бронепробития. Это много. И играть, в принципе, приятно на этой пушке. Но самая платформа мне лично не нравится. Вы будете приезжать одними из самых последних. А из-за этого вас уже будут поджидать на ключевых позициях. Так что тут берите на свой страх и риск. Если их очень сильно хотите прокачать Израиль, в целом можно. Но я бы, наверное, не рекомендовал. Следующий набор Т-29. Американский супер-мега эффективный танк. Наверное, лучшее, что вы можете взять на данный момент вообще. Если у вас, конечно, его нет. По соотношению цена-качество и эффективность, это просто лучшее предложение на сегодня. Я не знаю, что тут еще добавить. Просто имба. Брать обязательно. Следующий набор это Су-39, о котором меня спросили, я не знаю даже сколько раз. В первую очередь, это у нас штурмовик. Поэтому ориентировать его надо в совместных боях. В воздушные я бы его вообще не брал. Для совместных боев хорошо играется только в условиях, если вы жесткий скиловик. Потому что на этих боерах много зениток, а еще хуже, много авиации. В том числе и на ракетах АИМ-120. Короче, на фоксах третьих. И в случае, если вы ни разу не штурмили на топах, вы будете на этом самолете просто взрываться и сливаться. Поэтому я рекомендую его брать только для скиловиков. Исключительно для скиловиков. Потому что реализовать сейчас Сушки-25 достаточно тяжело. Кроме СМ-3, конечно. Из особенностей есть возможность стрелять птурами в Вихрь. Такими же, как на К-50. Также можно навести две ракеты Х-29ТЕ по дальним целям, например, по зениточкам. В случае, если видимость вам позволяет. Поэтому, если вы скиловик, берите. Если нет, то лучше не надо. Следующий набор это СААП-J35ХС. Достаточно спорная машина за счет боевого рейтинга. У нее не самые лучшие ракеты. Это у нас РБ-24Джей. Их характеристики вы видите на экране. Воевать может только в заднюю полусферу, либо пушками в лоб. Пушки сами по себе неплохие, могут даже на зимку порастреливать. Ну, летку, естественно, разносят тоже хорошо, если попадать. Маневренность сумасшедшая. Скорость не самая большая. И в умелых курках вроде как может там подраздать рандому немножечко. Но больше всего бесит, что по вам будут лететь ракеты всеракурсные. А ЛТЦ у вас всего 12 штук. Поэтому средненькая, скажем так, покупка тоже только для скиловиков. Хотя даже у меня получалось на нем, по-моему, 4 фрага сделать за бой. Ну, это скорее, наверное, исключение было. Если скилла у вас мало, лучше не берите. Следующий набор М1 КВТ. Нормальный и вполне себе играбельный. Абрамс со 105-мм пушкой. На АСах перезарядка 5 секунд. Все комфортно, клево. Играть можно. Но, как я и говорил, кликбейт, как по мне, более качественный. В плане того, что он чаще ваншоты. Но КВТ-хо тоже вполне неплохой выбор, если вы не хотите на самые топы переходить. Фармить будет, качаться будет. В общем, все хорошо. Можете брать. Набор вертолета Черная Акула К-50. Что тут про него сказать? Отличный и хороший вертолет. Ночью, правда, автомат сопровождения целей не работает. Но, в хорошую видимость, вполне можно неплохо порастреливать противника. Особенно, если вы умеете играть от складок местности. Если у вас скилл хотя бы на уровне средненького. То есть, вы делаете хотя бы больше одного КД. В принципе, можете брать К-50. Быстро прокачаете вертолеты. Поделаете фраги. Расширите сетап. Приблизите победу. Очень хороший вариант для покупки. Совсем если скилла нет, лучше не стоит брать. Вас будут часто сбивать. Когда скилла побольше, вы можете на нем и самолеты сбивать с помощью вихрей. Но надо привыкать к управлению. Иногда он ловит какой-то штопор непонятный и падает просто так. Следующий набор у нас Апач. Аэй-64А. После того, как американские хеллфайры и им подобные туры были апнуты. Вполне себе неплохой вариант для та же прокачки наземной техники. Ваншотает намного чаще теперь, чем вихрь эти ракеты. Подвесить их можно до 16 штук. И так как на вертолете 6 точек подвеса, вы можете взять еще противовоздушные ракеты АТАС, которыми можно позабивать какие-нибудь самолётики. У него есть тепловизор и, конечно же, он работает в любую погоду, днём и ночью. Но из-за специфики запуска хеллфайра надо немножечко попрактиковаться, если у вас не особо хороший скилл на вертолётах. Потому что они летят сначала на возвышение, а потом прилетают на противника в крышу. В данный момент вполне неплохой вариант. Можете брать. Следующий на очереди у нас Турмс. Отдельно скажу про него. Если вы без скилла, не берите ни в коем случае. Будете ныть, плакать, что он плохой и так далее. Если у вас скилл хотя бы средний или нормальный, можете смело брать. Танк очень комфортный, вполне подходит для игры в любых условиях, если вы не крыса. Люди, играющие в активный геймплей, очень даже неплохо на нём отыгрывают. В том числе и я. Если вам кто-то будет говорить, что Турмс это самый хреновый танк на свете, шлите их нахрен. Отписывайтесь и подписывайтесь ко мне. Потому что когда я играю на нём, почему-то у меня всё нормально. У него неплохая броня, одна из самых лучших пушек, топовый теплак. Да, слабенький задний ход, но он в принципе не нужен, когда вы едете на точку. Нахрена вам задом ехать? Не нужно это всё. Плюс есть автомат заряжания. Из минусов, часто ваншотается, если неправильно выкатываетесь. Поэтому скилл и нужен. Если вас это устраивает, можете смело брать. Следующее, это Чинтаурик РГО. Как по мне, отличная машина для объездов. Один из самых лучших колёсных танков игры. С замечательным орудием. Ломик у нас топовый пробивает почти 600 пробоя. Топовый тепловизор имеется. Есть СПО. То есть, можно узнать, летит ли в нас какой-нибудь тур с беспилотником или вертолёта. Конечно же, отличная подвижность. Особенно на твёрдых грунтах до 110 км в час. На АСах перезарядка 5 секунд. То есть, мы ещё и быстро стреляем. Часто ваншотаем противника. Из минусов, конечно же, отсутствие брони и немалые габариты. То есть, спрятаться где-то не всегда будет получаться. Не самые лучшие углы наведения. То есть, от холмов не постреляешь. Ну и общая живучесть. Иногда, конечно, бывает, что снаряд пролетает насквозь без урона. Но это бывает редко. Поэтому, также рекомендую только для средних и топовых игроков. Если у вас скилл не очень, не берите. Для всех остальных можно брать. Италия качается очень хорошо. Следующее, это японский второй фантом АДТВ. Ситуация с ним примерно такая же, как и с американским фантомом. Я его реализовать нихрена не могу. Какие-то скиловики вроде как могут. Управляемого вооружения у нас на нём нет. Повесить мы можем до 4 ракет Спэрол и до 4 ракет Сайндвиндер Е или П. Из бомб у нас всё только свободно падающее. Также есть Майти Маусы и Зуни. Рекомендовал бы только скиловикам. Даже если у вас средний скил, скорее всего реализовывать будет уже тяжеловато. Особенно учитывая, как сейчас играется топовая лёдка. Лоу скил можете даже не смотреть. Следующий танк это Леопард L44. В грамотных руках он достаточно комфортен и эффективен. Но если у вас скилла не очень много, то будете часто улетать в ангар. Потому что это один из самых ваншотчащихся танков игры. Она у нас 120 мм, стреляет ловниками ДМ-13 почти на 400 пробоя. Также есть кумулятивы против лёгкобронированных целей. Имеется тепловизор. В городских условиях отыгрывается лучше всего, особенно когда есть укрытие. В полях, конечно, фиговатенько играет. В целом можно брать. Следующий это Т-55АМ. Так же, как и в случае с Т-29, один из самых комфортных танков для своего боевого рейтинга. С учетом цена, качество, эффективность. Лучше всего на него, конечно, докупить асов. Чтобы иметь максимальную перезарядку и, соответственно, эффективность. Машина хорошо живет. Особенно по ВЛД, по бровям Брежнева, если снаряды прилетают. Из вариантов боеприпасов огромный выбор. Я лично рекомендую 3БМ-25 ломики в качестве основного. Не камерные, не 3БМ-8, не кумулятивные. А именно ломики. Если вы знаете, как правильно стрелять по танкам, обычно ваншотают они. Кумулятивы берите с собой для того, чтобы легкобронированную технику завалить. Туры можете взять для стрельбы по вертолетам на дистанции до 4 километров. Подвижность у него не очень хорошая. Поэтому надо понимать тайминги и карты. Куда лучше всего ехать и где вставать на прострелы врага. Тоже очень рекомендую для большинства игроков. Следующий это Виверда. Это у нас британский штурмовик. Один из самых быстрых самолетов на своем боевом рейтинге. Если не самый быстрый, то есть по прямой его хрен догонишь. Может сбросить до 3 бомб на 1000 фунтов. Также есть парочка фугасных ракет. Но лучше использовать 3000 фунтовки. Также может с ракетами стрелять РП-3. Фугасными на 5 килограмм тротила. Для своего БР в крышу наносит хорошее повреждение. Если попасть. Еще можно взять торпеду для борьбы с кораблями. Если вы конечно там катаете. В качестве пушек у нас стоят 4 хеспаны 20 мм. С неплохим уроном. В том числе и по наземным целям. Пробой у нас 24 мм с 500 метров. Из минусов очень не маневренная. Вообще ни разу. Поэтому выходить из пикирования надо заранее. Тоже советую в принципе взять. Следующий у нас Фантом 2. Только уже британский. Ситуация с ним такая же как с остальными вторыми Фантомами. Скилловик может в принципе как-то его реализовать. Средний скил, лоу скил. Будет тяжеловато. Поэтому не рекомендую. Но если хотите рисковать или вы скилловик. В целом брать можно. По подвесам тут все аналогично. До 4 ракет Спэрроу. Также есть Скайфлэши. Что из них лучше честно говоря даже не знаю. Если среди нас есть кто-то из профессиональных пилотов. Можете написать. Из ракет для ближнего боя. У нас Сайндвиндер и Г. Две штучки задние рекурсивные. Свободно падающие бомбы. И ракеты Снэп. На 400 пробоя. Кумулятивные. Более крупных ракет у нас нет в подвесах. Следующий прием это ХМ-1. Из всего что мы сейчас посмотрели. Это один из самых спорных танков. Потому что раньше он был крайне хорош. Мега шикарен и замечательен. Но после того как ему несколько раз подняли БР. Забрали топовый ломик. И порезали живучесть. Он стал играться крайне сомнительно. В первую очередь из-за того что он перестал часто ваншотить противника. В целом брать можно. Учитывая что его уберут из продажи. Но какой-то высокой эффективности от него даже в нормальных руках я бы не ждал. Для расширения сетапа чисто подойдет. В целом не рекомендую. Следующий это у нас F-104S ТАВ. Итальянский. Честно немного катал вообще в принципе на F-104. Зная что одни из самых быстрых самолетов. Есть 60 ЛТЦшек. Что для такого БР конечно не супер много. Вооружение у него не самое лучшее в плане ракет. Есть возможность повесить 2 ракеты с Пэрроу. А также до 6 ракет АИМ-9П. Либо АИМ-9Б. Ну разумеется Пэшка будет предпочтительнее. Из плюсов могу отметить помимо скорости. Еще наличие 20 мм пушки М61А1. Она скорострельная и очень хорошую баллистику имеет. Для штурмовки есть зажигательные баки. Свободно падающие бомбы. И нары маленькие и средние. Для скиловика думаю пойдет. Для всех остальных можно не брать. Следующий это набор Арканзаса. Это у нас американский линкор. С 12 стволами по 305 мм. Которые могут все вести огонь. Но надо подставляться бортом. Осадка у него как видите не супер маленькая. Поэтому могут прилетать какие-то снаряды в элеваторы подачи погреба боекомплекта. И подрывать их к сожалению. Но в целом для ускорения прокачки флота можете взять. Если вы конечно во флоте катаетесь. Но есть корабли и получше. Но насколько я помню когда на нем катал достаточно комфортный. В первую очередь за счет бронирования. Она у него хорошая. Соответственно и живучесть тоже. Так что в целом можно брать. И у нас совсем немножечко осталось машин. Это набор Ту-1. Это у нас ударный советский самолет. Был в рейтинге 5,3. Из плюсов что у него есть. 45 мм пушки. Те самые как на Як-9К. Которые стреляют камерными снарядами. Ваншотают противника. И этих пушек у него 2 штуки. С общим боезапасом в 100 выстрелов. По подвесам можно взять до 3 бомб по 1000 кг. 3 по 500. Либо 6 по 250. Или 2 торпеды для морских боев. Самолет мне этот не сильно зашел. За счет своих огромных габаритов. И из-за того что он быстро теряет скорость. И когда ты делаешь повторный заход на наземную технику. У тебя уже ни энергии. Ничего не остается. Самолеты сбивают быстро. Зиниткам попасть легко. Поэтому наверное я бы не рекомендовал Тушку. Единственное что. Можете взять его для коллекции. Так как он уйдет из продажи после окончания скидок. А так в целом можете пропустить. Следующая скидочка это А6Е Трам. Еще одна спорная машина. У которой подняли БВ рейтинг. Но при этом ему дали новые подвесы. Для тех кто не в курсе. Ему можно сейчас брать 4 ракеты скипера ГМ-123. Это фугасные бомбы на 270 килограмм тротила. Их особенность в том что они имеют реактивный двигатель. То есть запускать вы их можете с приличной дистанции. И с хорошей высоты. И за счет этого вы можете держаться относительно безопасно от зениток. Во всяком случае большинства этих самых зениток. Против панциря он не попадает. Не переживайте. Панцирь уже ушел на 12-0. Так что в качестве штурмовика. На 4 фрага потенциально можно взять. Хотя скорее всего вы будете часто слышать. Что не надо не надо. Говно говно и так далее. Но если скилл норм. Можете брать. Без скилла конечно брать не надо. Будут вас забивать. И ничего вы не успеете сделать. Его можно применять как для штурмовки баса и наземной техники. Так и для борьбы с воздухом. Так как он может нести до 4 ракет АИМ-9Л. Так что в целом рекомендую взять. Плюс он также уйдет из продажи. Следующий прем это Объект-120. Тоже неоднозначная машина. Брони нет. Взрывается от любого фугасного попадания. Летки разносит. Нет стабилизатора. Бой рейтинг 8.0. Но он особо ей не нужен. Если вы не сильно разгоняетесь. Стабилизация орудия и так более-менее неплохая. Особенно если вы не нажимаете на турбос во время выстрела. Из особенностей обладает лазергановской пушкой. Калибра 152 мм. Ломами на 400 пробоя. Фугасами на 6 кг тротила. И кумулятивами почти на 5 кг тротила. Которые работают не хуже фугасов. При этом еще и пробивают броню. Тут советую вам брать и кумулятивные. И ломики с собой в бой. Лучше всего использовать эту машину на большой дистанции. Из укрытия. Потому что в городских условиях она играется не очень. Ее там быстро все расстреливают. Закручивают и так далее. Подойдет только для среднего и топового скилла. Лом скиллу не советую. Будете сливаться. Ну и последний до сегодня набор. Это Дора Д-13. Это у нас с вами Фоккевульф премиумный. Но у которого всего лишь 3 151 мгшки. В виде вооружения. Также он может брать с собой подвесы. В виде 1 500 кг бомбы. Зажигательные баки. Либо по 50 кг несколько штук. Но это не интересно. Лучше пятихатку одну тасить. Чтобы больше было шансов на уничтожение противника. Проблема заключается в том, что вооружение далеко не самое мощное для этого боевого рейтинга. Но зато есть мягкие шоссы в фугасных лентах. По скорости он очень хорош. По маневренности среднячок. В долгие лучше не заходить. В целом для пополнения коллекции можно взять. Но штурмить с одной бомбой не очень. Для воздушных боев есть пока какая-нибудь А8 например. Которая по моему получше. Так что покупка тоже сомнительная. Ну что ж. Своим мнением я с вами поделился. Вы можете поделиться своим в комментариях. Напомню, что в описании есть моя реферальная ссылка. Причем в двух вариациях. Для глобального клиента. Для СНГ клиента. Если по ней будете что-то покупать. Получите заодно мою блогерскую наклику в подарок. А также поддержите меня самого. За что вам большое спасибо, если покупаете по моей ссылке. Возможно у вас остались вопросы. Почему не все машины были добавлены на скидки. Это нормально. Улитки так делают уже несколько лет. Вторая половина других машин. Которые не попали на эту распродажу. Попадет в зимнюю на новый год. Так что ждите. Если не увидели своего любимого танчика. Следующих скидок. Ну а я буду заканчивать. Большое спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Поддерживайте подписочками. Заходите на все мои каналы для стримов. Это ВК Плей, Твич и Ютуб. Соответственно ролик помимо Ютуба выходит во Вконтакте. Дзене, Рутюбе и на Бусте. Так что смотреть можете где угодно. Лишь бы у вас не лагало. Ну и с вами был Фриман. Всем удачи. И пока.